2021 год врывается в футбольную жизнь прохладного еще одним прохладницким дерби зимнего первенства нашего города 4 тур встречаются зеленая малка и не могу поверить своим глазам наконец-то красно-зеленый локомотив сколько уже было различных сочетаний цветов игровой формы у прохладницких железнодорожников и вот наконец возвращение к истокам непосредственно железнодорожного движения футбольного нашей страны локомотив играет в красно-зеленой форме и эта встреча лидеров в одних из лидеров малка после трех туров 6 набранных очков локомотив после трех игр 9 и в принципе это все довольно близко и сергей иванович вехов собственно дает свисток о начале сегодняшнего дерби да касаемо зимних первенств это безусловно уже противостояние которое обросло довольно большим количеством интересных матчей которые можно вспомнить ну и сегодняшний я думаю должен получиться не хуже а начинается он очень резво и начинается голом ивана таранова 22 номер малки открывает счет 1-0 и ничего сделать против этого удара не оборона локомотива не голкипер вячеслав пирожков не смогли ну что ж вот такое резвое начало малка конечно несмотря на то что команда имеет на три очка меньше чем локомотив наверное вправе считаться чуть большим фаворитом нежели с железнодорожники все это обусловлено тем кто выступает за малку сегодня и просто сравнивая два состава этих коллективов конечно наверное все таки гораздо более звездное сочетание игроков на поле у малки в воротах александр фидоренко арсен губжев азамат бекалдиев в защите роман дудин в центре поля также действует хасан соколов и сергей руденко по краям ну и естественно и самый грозный игрок впереди лучший бомбардир практически всех последних зимних чемпионатов александр волков под десятым номером вот такое сочетание игроков у малки сейчас на поле также есть еще и возможность усиливать игру за счет запасных поднимайся да чё ты боишься погибайся заставлю конечно ты как хотел а у нас нормально у нас youtube у нас никакой центральное телевидение да что большое количество публики у нас на этом матче конечно центральная игра вывеска прекрасно и конечно множество людей которые приехали отдохнуть приехали к родственникам прохладный 3 января все-таки разгар праздничной недели и естественно лучший способ прийти как говорится всем поклонникам футбола на искусственный на искусное поле центрального стадиона и посмотреть хороший футбол встретить старых друзей все это как раз таки есть антураж сегодняшнего футбольного матча ну локомотив помимо новой формы будем надеяться будет презентовать нам спасибо может быть и что-то новое в качестве своей игровой модели посмотрим также пока еще не доводилось эту команду видите в этом чемпионате и поэтому вот мы видим изменения во вратарской позиции у локомотива с первого тура защищает ворота числа пирожков в принципе очень неплохой гол кипер воспитанник как раз таки местной футбольной школы но и перед этим до этого матча принципе очень немного он пропустил точное количество не берусь сказать но что-то прям совсем немного голов довелось вячеславу увидеть своих воротах и вот этот матч для него начинается неприятно конечно первый же удар по воротам завершился голом 1 0 малка впереди состав железнодорожников мне назвать чуть сложнее но в любом случае он очень стабилен из года в год практически одни и те же игроки выступают за локомотив вот мы видим что в защите и руслан хамоков и евгений кашкаров и дмитрий нихаев действует вот с мячом сейчас арсен сугуров но это главная креативная сила железнодорожников наверное кашкаров по моему с мячом передача на них а его и не точно также естественно артем борщининов многолетний также лидер команды под девятнадцатым номером пока не берусь сказать кто выступает локомотива еще не разобрался ну и в атаке в атаке действует тоже посмотрим по моему артем сидоренко если не ошибаюсь вот собственно в принципе по составу мы сориентировались а вот уже и первое спасение от галкипера железнодорожников волков перехват 15 номер дать по-моему артем сидоренко как раз таки хамоков не точная передача на руденко отдает передачу партнеру это бекалдиев передача на волкова не прошла нехайф набирает скорость нет притормаживает отдает артему артем свечом передача руслану хамоков сидоренко борщининов удар рикошет что гол забивает локомотив 1 1 ответ лока довольно быстро и 19 номер мы наконец можем точно сказать кто это это константин гили он сравнивает счет ну что ж состав локомотива судя по всему действительно можно предсказать даже если вас разбудят в два часа ночи практически не изменен он из матча в матч одни и те же игроки выходят на поле это наверное главный козырь которым может сегодня локомотив ответить малки на стабильность своего своего игрового сочетания более сыгранный возможно состав хотя и игроки в зеленой форме тоже уже несколько лет вот в этих зимние каникулы привыкли в такой компании собираться плюс-минус может быть там один два человека добавляются убавляются но в целом вот так вот одни и те же люди не уходим на футбольное поле что малку нестабильный по составу назвать тоже сложно 11 пока матч оправдывает ожидания дудин набирает ход передача на волкова удар и пирожков спасает свою команду сейчас уже заваливался назад но все таки выбросил руку и все сделал правильно руденко подача удар головой дудин и вратарь вновь на месте мяч по моему чуть выше шел но тут все правильно голкиперу нужно чувствовать уверенность такие мячи тоже нужно отбивать мало ли что там где ворота так что пока пока голкипер справляется тот гол который был забит я думаю там конечно очень сложно было ему выручить своих партнеров локомотив может в контратаку убежать нет не получается таранов удар защитника попадает вновь набегает пытается выцарапать этот мяч локомотив все же выходит из-под давления не свою атаку пытается начать артем сидоренко или сидоренко тут уже надо будет как-нибудь удар уточнить у артема малка прибирает мяч рукам ногам своим вернее дудин потеря и вот есть численное преимущество в атаке локомотива гелиев передача партнеру это сугуров будет прострел удары что как сейчас мяч не попадает ворота малки это просто фантастика но александр фидоренко не долго думая начинает атаку уже своей команды посмотрим расплатится ли лока за это нарушение ничего уже константину деливу здесь не оставалось кроме как фалить и что будет карточка в этом эпизоде или нет до достает желтую карточку сейчас константину гелиеву вехов и вот так вот ну хасан сакалов конечно выиграл позицию и здесь уже деле его ничего не оставалось кроме как заработать горчичник штрафной штрафной это всегда опасно да может быть прямым ударом гораздо реже чем в большом футболе здесь залитают мячи но во первых здесь и разыграть хорошо можно видим мы целых четырех игроков локомотив отряжает стенку значит есть четыре свободных игрока малки но вместо этого предпочитает иван таранов пробить и пробивает выше хотя все же я еще раз скажу мне кажется вот когда четыре человека в стенке знать четыре свободных игрока малки в этот момент ну учитывая что один разыгрывая до 3 допустим свободных игрока малки имеются это очень большое преимущество которое можно пытаться реализовывать сугуров хамоков передача нихая у них аев кашкаров борщининов и перехват от малки сакалов с мячом борется отдает глубже у глубже бекалдиев таранов таранов с мячом набирает ход удар поворотом рядом с девяткой мяч пролетает и уже свою атаку переходит локомотив сугуров сугуров держит мяч и в итоге получает по ногам штрафной да игра пока обнадеживает есть у нас все шансы увидеть по-настоящему зрелищную зрелищный матч который будет изобиловать интригой главное чтобы у железнодорожников хватило сил на то чтобы на равных с таким грозным соперником весь матч играть буквально одну игру назад еще один центральный матч этого тура завершился и там как раз таки команда которые за которые многие опасались что сил не хватит продемонстрировала максимальные боевые качества сумела одолеть фаворита речь конечно победе феникса над ремонтником посмотрим вот в нашем нынешнем матче тоже есть фаворит это малка локомотив ни в коем случае не аутсайдер в этой игре но естественно по ожиданиям поклонников футбола в нашем городе малка выглядит гораздо более явным претендентом на победу в этой игре удар по воротам но такой статистически конечно он был но с точки зрения какой-то опасности но все же вряд ли мы можем он считать за опасный момент не хаев борщининов не хаев хамоков кашкаров гилиф хамоков борщининов сугуров сугуров может пробить из любой позиции в принципе ну здесь предпочел разыграть мяч сейчас партнером и что выходит в итоге на ударную позицию и опасный момент у ворот малки заканчивается аутом вблизи штрафной сидоренко удар ух куда там мяч попал очень сложно отсюда задалека сказать но было очень опасно да локомотив видно что сумел собраться на эту игру все сильнейшие игроки по крайней мере которые мне так представляются из которых известны в этой команде они все сейчас на поле практически не вижу кто вы тут еще мог отсутствовать еще и замена есть плюс ко всему а между тем лока нарушает правила возле своей штрафной будет опасный стандарт вот так что в принципе все есть для того чтобы побороться за очки сегодня у локомотива ну и новая форма наверно тоже должна как-то придавать определенной решимости всегда приятно обновить свой гардероб волков или таранов кто сейчас будет разыгрывать этот мяч волков так вот с хитринкой пытался разыграть этот штрафной но стенку не перекинуло а так если бы конечно мяч стенку перелетел возможно возможно вот этот маневр с тем что якобы не собирался александр бить мог и ввести в заблуждение галкипера стенка справилась борщининов руденко еще один стандарт да и болельщики собственно тоже тоже здесь довольно приличное стечение публики вызвала эта игра но по-другому быть наверное и не может наверно большим эль классику в нашем прохладницком чемпионате может считаться только играл и локомотива и ремонтника от этого прямо уже самое что ни на есть этот матч был всегда и будем надеяться будет всегда а между тем вехов еще одну желтую карточку предъявляет я кому арсену губжу судя по всему а еще и прокур еще и александру фидоренко за разговоры тоже вот так вот два в одном сейчас сергей иванович предъявил две карточки еще одно нарушение да такими отрезками сейчас игра проходит так можно сказать и темп сбивается хотя честно пока обе команды не показывают что готовы в каком-то быстрой манере действовать другое дело игра буквально второго во втором туре которая была между искрой и малкой там конечно скорости были прям очень хорошие здесь пока соперники не спешат ускоряться ну и цена ошибки конечно тоже каждым соперником осознается а локомотивом в большей степени ой какой провал сейчас хорошо было разыграно и удар поворотом роман дудин наносил но слишком много желания и но и слишком не точно по факту по факту получилось нехай затянул с передачи и в итоге мяч в аут выходит но остается уже из дорожников красно-зеленые вводят аут хамоков сидоренко не сумели они тут сохранить мяч вместе с дмитрием нехаю мы с мячом уже игроки малки фидоренко бекалдиев руслан жем судов появился на поле между тем у малки еще и дать данил палун то есть серия замен произошла такая у звездного коллектива олег алексеев по моему также на поле появился если не ошибаюсь и вот палун с мячом пытается идти в обыгрыш падения нет все в рамках правил сугуров ну вот мы видим что пока пока лока практически без замен играет а у малки эти замены есть и они ими пользуются бекалдиев не зацепился здесь волков но мяч сохраняется у малки все-таки в итоге единоборство осталось за александром дудин подключает к атаке данила а нет это григорий гусь вот я кого сразу так не узнал да это григорий гусь появился на поле еще один дебютант по этому чемпионату до этого за малку он не выступал так это регулярный игрок когда приезжает всегда конечно играет за коллектив александра волкова но в текущем сезоне это его первая игра успокоилась игра моментов как бы особо пока не возникает это временное затишье абсолютно понятно что команды сегодня и еще не раз друг другу потерзают нервы ашкаров нехай единоборство с полуном выигрывает нехай передает партнеру кто здесь сугуров набирает обыгрывает одного бьет нет удар в ближний угол не получился не получился не точно и галкипр будет вводить мяч в игру открытому джумшудов джумшудов прокидывает мяч мимо сугурова нет сугуров оказался хитрее здесь и с мячом уже лока арсен ждет партнера кашкаров михаев сугуров обыгрывает джумшудова передача фидоренко здесь на мяча первый и уже атака малки полун полун набирает ход что будет делать удар в дальний угол галкипер вновь хорошо действует падение и какое решение принимает вехов фидболисты лока не согласны сейчас штрафной не видят они здесь повода для назначения такого стандарта ну а у малки очередной шанс реализовать предоставившийся момент вновь четыре человека в стенке и вновь я не знаю слышит конечно меня сейчас игроки малки или нет призываю разыгрывать этот стандарт есть преимущество сейчас в игроках удар поворотом попадает стенку в этот удар у Ивана Таранова нет предпочитается по-прежнему бить поворотом Дудин не это Бекалдиев подключается к атаке обыгрывает и соперников и арбитра бьет поворотом но рядом со штангой и возвращается на свое место в защите Кашкаров пожалуй вот Алексея Матросова нет сегодня в составе локомотива а так из тех кого или Маркова наверное вот из тех кого привычно видеть в составе этой команды так все остальные в принципе в строю играют так что касаемо Малки мы не видим Ислама Берсекова который по первым турам конечно очень понравился здорово влился в команду в предыдущем матче еще и Аскер Курманов выступил за Малку но не думаю что будет он на постоянной основе в чемпионат прохладного района приезжать вернее города прохладного но между тем борьба на бровке и Руслан Джумшудов уже хоть как-то пытается единоборство у Арсена Сугура было выигрывать и вот наверное такой один из первых ну маленькая победа конечно мяч не у Малки остался у локомотива но все же Арсену развернуться не позволил Руслан Таранов передача на Руслана ну Джумшудов тяжеловато мяч было догонять а зад передача не точная Дудину приходилось идти в стык с Сугуровым тут Кашкаров уже развивает атаку локомотива и кто здесь вот девятый номер появился на поле вот это уже новобранец в составе локомотива не сильно знакомый мне игрок но пытался сейчас действовать технично в локомотиве естественно тоже есть замены может быть не всех игроков я смогу вам точно назвать но по крайней мере вот мы сейчас видим девятый номер видимо вместо Артема Сидоренко появился на поле будет действовать на позиции нападающего хотя сейчас в эту зону как раз врывается Дмитрий Нехаев и больше он занимает позицию центрофорварда Борчанинов с мячом идет в обыгрыш обыгрывает Дудина Гелиев Хомоков заброс на Борчанинова тот скидка головой прокурор все прочитал ну а дальше удар очень не точный 1-1 1-1 1-1 и сложно сказать что счет не по игре пока все закономерно довольно равный матч да чаще в игру наверное вступал голкипер локомотива чуть острее была Малко но при этом и локоть забывает создавать напряжение у ворот соперника шестой номер Владимир Кашиутов появился на поле вместо Константина Гелиева как раз по моему появился еще один ветеран железнодорожников Хомоков и потеря здесь Полун подкараулил передача в центр Дудин мяч попадает нет в руку он не попадает Роман Дудин наверное стоило бить самостоятельно решать эпизод но он предпочел искать партнера тем самым немножечко загубил момент ну вот вновь находят партнеры по команде Дудина заброс перевод вернее с фланга на фланг здесь Полун Бекалдиев удар по воротам Таранов наносил но блокировали защитники Бекалдиев вновь под удар Таранову и вновь блокировка а вот теперь уже Арсен Сугуров может убежать он правда тут один и целых три защитника Малки сложно сложно конечно здесь было Арсену разобраться и мяч возвращается под контроль более звездного более звездного коллектива с точки зрения фамилии Джумшудов удар не получается у Руслана Джумшудова но попадем в створ возможно это даже было бы и к лучшему очень сложно было реагировать голкиперову но мяч в итоге в створ не попал опасно вновь опасно очень получилось и нарушение Романа Дудина на Артеме Борщининове Кашиутов Кашкаров ждет ждет кто откроется открывается здесь и Артем Борщининов ох в итоге выпарывает момент на себя как Дмитрий Нехаев сейчас не расстрелял ворота здорово сыграл Александр Федоренко но вот второй удар уже тут Александр был ни при чем здесь Дмитрий Нехаев просто мимо пробил находясь просто в убойном положении да как бы не пришлось потом этот момент вспоминать с горечью явный был шанс сейчас у Локомотива выйти вперед Джумшудов Волков идет в обыгрыш прострелы в свои ворота в свои ворота забивает Евгений Кашкаров партнеры поддерживают его сразу же ничего страшного говорят не произошло с кем угодно может случиться да это явно не такой автогол который над которым стоит как-то подхихикивать нет здесь просто пытался прервать эту атаку сейчас Евгений ну и что ж такой сильный прострел был что после можно результативное действие кстати на Александра Волкова записывать потому что его можно сказать передача стала голевой в этой ситуации 2-1 Малко выходит вперед ну и все-таки вот это неотвратимость футбольного возмездия как мы привыкли говорить не забиваешь ты забьют тебе сейчас сработала как раз лучше лучшей иллюстрацией да того что произошло локомотив локомотив имел просто триста процентную возможность выходить вперед не воспользовался ей ну а в ответные же атаки сразу получили в свои ворота 2-1 Малко впереди Федоренко передача на Джумшудова и вновь пока если честно у Руслана конечно не все получается нужно как-то ему наверное чуть прийти в себя и для этого у него есть время перерыв Сергей Иванович Вехов отправляет команды отдыхать в Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Подача Дудин Таранов отбрасывает мяч Но Игроки Локомотива провожают его За лицевую линию Будет удар от ворот Да, ситуация заставляет Более активно сейчас играть Железнодорожников Но при этом и у Малки Соответственно сразу же появляется возможность Для контратак Для того, чтобы врываться в эти зоны Которые будет вынужден открывать В своей обороне соперник Хороший перевод сейчас на Руденко Сергей смещается Передача партнеру Дудин скатывает еще розыгрыш И здесь голкипер Просто феерически сейчас действует Но есть какое-то возмущение Что-то там не понравилось Представителям Малки Таранов, Таранов Удар по воротам Рядом со штангой И легалкипер вытаскивает Судя по всему Новый сейф Пирожкова Приводит к угловому Соколов Выцеливает Кому бы сделать Точную подачу И мяч в итоге Железнодорожники Из своей штрафной Выбивают Малка не торопится Торопиться, собственно, и некуда Арсен Губжев Таранов Вновь Таранов с мячом Передача Дудину Дудин продлевает эту атаку на Руденко Передача Губжеву Где-то с этой позиции В прошлом году Губжев забил Очень красивый гол Но сейчас тоже бьет Но удар на этот раз Не получается точным Хорошая передача на Артема Сидоренко Удар поворотом И уже Блистательно действует Александр Фидоренко Галкиперы играют Просто здорово сегодня Это надо отметить Подача Удар поворота Ух Вот это да По-моему, это Дмитрий Нехаев Сейчас наносил удар И если бы он попал в створ Я думаю Фидоренко Не реагировал на него Губжев Не точная передача Ну что ж Коллекция Запоминающихся сейфов Александра Фидоренко Пополнена Да, если Локомотив Сейчас Сегодня проиграет Или даже сыграет В ничью То Единоличным лидером Чемпионата После четвертого тура Это больше чем Одна третья дистанции Будет Феникс 2 Вот это Это будет Главной сенсацией Неожиданностью Текущего розыгрыша Вне всяких сомнений Никто и до начала Турнира И подумать О таком не мог Ну а Локомотив пока Довольно далек От того Чтобы набрать Очередные Три очка Пока Речь идет о том Чтобы хотя бы Счет сравнять И рассчитывать По тому Как складывается Матч Хотя бы на ничью Малка К победе Гораздо ближе И речь не только О том Что она ведет в счете Ее опасные моменты Которые создаются У ворот Лока Гораздо Более конкретны Гораздо больше верится Что Малка забьет Третий Нежели Лока Забьет второй пока Но посмотрим Как будет Нехаев Борщинина В подкате И этот подкат Судя по всему Недостаточно Был чистым Роман Дудин Оказался на газоне Иван Таранов Вновь Безальтернативно Меча Неужели вновь Будет попытка удара Посмотрим Бьет И попадает В стенку Губжев Руденко Сергей Отдает передачу Волкову Александр Отдает Григорию Гузь Ну тут Дудин мяч Потерял Получается И он уходит В аут Разыгрывать Будет Локомотив И какая ошибка Артем Сидоренко Нужно реализовывать Этот выход И гол 2-2 А Александр Бежит что-то Доказывать Сейчас Сергей Иванович Уехову Я бы не советовал Желтая карточка Уже Александра Федоренко Есть Можно получить И вторую И быть удаленным С поля А это будет Очень Большой потерей Сейчас для Малки Ну что ж Локомотив Дождался Такие ошибки В обороне Соперника И Артем К радости Своих партнеров Сумел реализовать Этот момент Александр Даже Кстати мне кажется В этом эпизоде Был больше уже Настроен Спорить с арбитром Нежели Выручать свою команду Может быть Будь более Сконцентрирован На этом эпизоде И выручил бы Партнеров Ну а пока 2-2 И очень опасный момент Уже у ворот Локомотива возник Пока были Вот эти все Разговоры Споры Эмоции А вот Артем Сидоренко Вроде бы На крыльях Окрыленный Тем что забил Гол Пытался ворваться На оперативный простор Но мяч упустил За боковую Сугурав И сейчас Такой болезненный Стык С Сергеем Руденко Произошел Нарушение Нарушение Гусь Передача В штрафную Скидка И с мячом Уже Локомотив Сугурав Нихаев И здесь Первым Будет Александр Федоренко 2-2 Вот так вот Волков Волков Врывается Удар Что там Сейчас было Есть ощущение Что все-таки Мяч коснулся Голкипера И ушел На угловой При этом Действия Вячеслава Пирожкова Как показалось Не были Достаточно Уверенными Но главное Что мяч Линию Не пересек Ворот И это уже Победа Голкипера Еще одно Нарушение И вновь Стандарт Очень много Их у ворот Локомотива В этой игре Но при этом Пока ни один Из них Не был Достаточно Опасен Возможно Еще и поэтому Здесь Дорожники Предпочитают Нарушить Правила Но такие Мастера Которые Собраны В Малке Я думаю Рано или поздно С такого Стандарта Что-то Придумают Руденко Удар В защитника Попадает А так Там был Действительно Открытый Угол И чуть-чуть Левее Пошел бы Мяч Я думаю Но это было бы Критично Для Локомотива Губжев Но Арсен Сугуров Не дает Себя Обыграть Перевод Недостаточно Точный Таранов Сокалов Здесь И вновь Нарушение И вновь Штрафной Не знаю Тут какое-то Уже Заоблачное Скоро Количество Этих Штрафных Будет Ну и Малке Нужно Пользоваться Все же Стандартными Этим Положениями Или Может прилететь И ответная Какая-то Неприятность Таранов Удар И все Это мимо Почему Не хотят Разыгрывать У меня Один вопрос Разговариваю Я сам С собой Конечно Но Все же Мне кажется Когда у соперника В штрафной Четверо В стенке Три Игрока Свободных Для того Чтобы что-то Придумать С точки зрения Розыгрыша Нужно Хотя бы Разок Попытаться Разыграть Мяч Это может быть Гораздо Более опасно А вот Локомотив Уже В своем Наступательном Порыве Чуть было Не создал Серьезные Неприятности Александру Федоренко Но Малка С мячом Дудин Находит Руденко Потеря Нихаев Очень хитро Обезмячил Сейчас Руденко Артем Сидоренко С мячом Передача Партнеру Нихаев Забивай Как Как Дмитрий Нихаев Сейчас не забивает Это просто поразительно В конце первого тайма Ровно такой же эпизод Практически был И там уже Расплата Последовала Незамедлительно Следующая же Атака Малки Преобразовалась в гол Посмотрим Как будет сейчас На этот раз Ох Все вроде правильно В этой контратаке Делал Локомотив Не смог забить Железнодорожникам В этой игре Конечно Своими моментами Надо пользоваться Кашкаров И просто мяч в аут 2-2 Интересный матч Абсолютно Достойный Своей вывески И того статуса В котором команды Подходили К этой игре Действительно Матч лидеров Матч команд Из группы Лидеров Еще один дальний удар Руденко бьет Над перекладиной Мяч проходит Ну и если Локомотив Сегодня очки наберет Я думаю Большое спасибо За это Они должны будут сказать В том числе И своему голкиперу Который Великолепный матч Сегодня проводит И не раз Своих партнеров Выручал Борчанинов Сугуров Удар У него не получается Ну и пауза Поправляет Свою экипировку В виде Завязывания Шнурков Сейчас Арсен Сугуров Волков Сбрасывает На край Тут мяч Подбирает Сокалов Розыгрыш И с мячом Нехаев Передача И Сидоренко Здесь И есть Арсен Сугуров В качестве адресата Для передачи И все делает Вроде бы правильно Вновь К Артему Не может быть Претензий Больше вопросов К тем Кому передачи Эти адресуются Нехаев И вот потеря И вот уже Александр Волков Набирает ход Ждет партнеров Отдает передачу Руденко Удар Гол В самую девятку Вонзил он этот мяч И Сергей Руденко Делает счет 3-2 Ну что ж Лока поплатился За свою Расточительность Было два Неплохих шанса Один был Так уж точно На гол Надо было Хоть один из них Пытаться забивать Не забили А вместо этого Получили третий мяч Свои ворота Третью пробоину Получает Локомотив Конечно Само по себе Поражение от Малки Критичным Ничем Для железнодорожников Не будет Но все же Зацепить очки В игре Именно с этим Грозным конкурентом Было бы Крайне неплохо С точки зрения Турнирных раскладов Для Локомотива С мячом Фидоренко Ну и с другой стороны Малки Конечно Терять очки Тоже ни в коем случае Нельзя Они уже потеряли Три очка В игре С Искрой И дальше Еще будут Очень сложные матчи И с Ремонтником Играть И с Фениксом Еще предстоят игры И мало ли Еще В каком состоянии Другие команды Сумеют подготовиться К встрече Со звездным коллективом Ну и между тем Атака Локомотива Артем Сидоренко Мог бы почаще Игру на себя Наверное брать Учитывая То в каких В каких положениях Скажем так Относительно Ворот соперника Находят его партнеры Но пока больше Пытается играть В подыгрыше Сидоренко Нихаев Вот Сидоренко С мячом И нет Это не передача Артема Это как раз таки Мяч у него выбили С нарушением Или нет Уже Неважный эпизод Заигран Свистка нет Атака продолжилась Если будет угловой Розыгрыш углового Сокалов Подача Мяч выносится На подборе Руденко Удар Отбивает его Пирожков И туда подальше К чужим воротам Здесь Гусь На чеку Сугуров Сугуров С мячом Идет в обыгрыш Слишком далеко Пробросил мяч По задумке Все было правильно По исполнению Чуть-чуть не получилось Бекалдиев Сокалов Здесь Таранов Таранов Набирает ход Ждет партнеров И упускает мяч За Пределы поля Отворот Сидоренко Может обыграть Обыгрывает И что перед Ну зачем же Можешь же сам решать Артем Почему ты этого не делаешь Ждет партнеров Уже не самая Удачная передача Нехаев Хомоков И Руденко Навязывают ему борьбу Слан сохраняет мяч Передача на Сугурова Нет первым здесь Таранов Но Сугуров не дает Так спокойно Чувствовать себя Ивану Атака Малки Это может быть Очень опасно Руденко с мячом Передача Волкову Волков пытается Освободиться Чтобы нанести удар Не получается пока Ждет партнеров Играет С Тарановым Нет падение И что И атака Локомотива Свисток молчит Можно убежать в контратаку Сугуров Слишком медленно Все происходит Сидоренко Удар поворотом Рядом со штангой Наконец-то Артем взял игру на себя И это было неплохо Дудин Полун Данил с мячом И уже без мяча Руденко Полун Передача Дудину Дудин Полун Риколдиев Передача не получилось И вот что здесь Ну сумел Все-таки Сохранить у себя Контроль над мячом Беколдиев Волков Нехаев Хомоков Нехаев Идет в обыгрыш И что Нарушение в итоге А время между тем тает Неумолимо Для Локомотива И все ближе Победа Малки И вот это действие Голевое Александра Волкова Уже Практически Оформляет Эту самую Викторию Для команды Выступающей В зеленых футболках Сегодня Малка Впереди 4-2 Александр Волков Отличается Возможно 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 Голян сегодня В офсайде Да Он вне игры Локомотив Пытается Организовать Свою атаку Таранов Дудин Передача Волков Удар Рядом Со штангой Как не реализуют Сейчас Потрясающий Момент Волков 4-2 Ну а Лока Лока Что-то нужно Как-то собраться Понятно Что Обидно Пропустить Четвертый Мяч В этой ситуации Но Развалиться И пропустить Пятый Будет еще Хуже Что-то Сейчас Пропустил Какой-то момент За всеми Этими разговорами Ну в общем Малка с мячом Фидоренко Бекалдиев Руденко Бекалдиев Фидоренко Уверенный контроль Но все же Да Даже упустив Этот самый контроль Ненадолго Малка Его вновь В себе Возвращает Таранов Руденко Таранов Дудин Таранов Долго Долго Контролирует Мяч Малка И вот оно Для чего Все было Гол И в снег Падает Это Александр Волков Остужая Пыл свой Атакующий Дубль Александра И 5-2 5-2 Становится Счет Да И совсем Видно Что Настроение Упало У Железнодорожников Константин Гелиев Будет водить Мяч Из-за Боковой Сидоренко Один Против Двух Соперников Гелиев Сугуров Нет Мяч У него Выбивают На подборе Хамоков Но это Не удар Это попытка Найти партнера Видимо Такой передачи Ну а В это время Атака на ворота Железнодорожников Руслан Джимшудов Вышел На концовку Матча 5-2 И похоже Здесь уже Все ясно Может быть Не ясен Еще окончательный Счет Встречи Но Сам факт Победителя Матча Уже Ни у кого Не вызывает Сомнений Победу Одерживает Малко И догоняет Локомотив По очкам 9 очков У локомотива 9 очков У Малки 9 у ремонтника Впереди Еще Нам предстоит Игра Искры Если она Сегодня выиграет Будет 9 очков У Искры А 12 Будет только У одной команды Команды Феникс 2 Вот так вот Думали ли вы После 4-х туров Увидеть Такую турнирную Таблицу Между тем Свои ворота Вновь спасал И Вячеслав Пирожков Ну а Сразу же После этого Финальный Свисток Сергея Ивановича Вехова 5-2 Победа Малки С вами был Артем Васлык Любите футбол Увидимся На стадионе Субтитры Продолжение следует Субтитры